30 лет спустя первый новый состав вышел на подземные рельсы Самары. Четырехвагонный поезд оснащен дополнительными системами безопасности и комфорта и приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров. Игорь Воронин работает вагоновожатым со дня открытия первых станций. По его словам, для машиниста созданы наилучшие условия. Удобное кресло, управление при помощи дисплея. Это, конечно, новая техника, модифицированная, но сделана больше для безопасности пассажиров. Это первейший раз. Ходовые качества и системы безопасности в поезде оценили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Деньги на покупку нового поезда для метро были выделены из областного бюджета. Программа обновления подвижного состава рассчитана до 2023 года. За это время нужно будет заменить еще 42 вагона, то есть 10 поездов. Появление нового состава – это, в первую очередь, забота о безопасности, о комфорте пассажиров, жителей Самарской области. Сейчас приобрели новый состав. И, конечно, будем двигаться и дальше в этом направлении, никаких сомнений нет. Современный, удобный, безопасный, комфортный для людей. А пока приобретение новых вагонов только еще в планах, будет проводиться капитальный ремонт тех, что уже есть. Есть план по реализации. У нас вагоны метро, которые мы получили в 86-88 году, уже истекает срок. Нужно либо проводить ремонт капитальный, либо закупать новые составы. Часть мы закупаем в совместном области, часть мы ремонтируем капитально. От российской до Победы лишь на первый взгляд далеко. Метро – самый быстрый из всех видов городского транспорта. Станцию, украшенную наградами Великой Отечественной, к 75-летию Победы отремонтировали, укрепили бетонные основания железной дороги, провели косметические работы, обновили наземный павильон. На стенах вдоль лестницы появились портреты маршалов Красной армии. Не только станция метро, но и улица Победы должна выглядеть как новая. Губернатор и глава города проверили, как идет комплексный ремонт участка от проспекта Кирова до улицы Гагарина. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап работ до улицы Елизарова выполнен с опережением графика. Идет полное обновление, приводят в порядок тротуары, проезжую часть и газоны, а также создают новые парковочные места. Глава региона отметил, что при комплексном ремонте хорошо было бы одновременно решать вопрос ремонта фасадов, замены коммуникаций и перекладки проводов под землю, чтобы придать улице дополнительный лоск. То же самое касается и другого участка, уже на проспекте Кирова, где проводится капитальный ремонт подъездного пути к Кировскому мосту. С момента открытия моста эта проблема оставалась актуальной. Теперь четырехполосная дорога уже почти сделана. Движение открыто, а вместе с ним на этом участке пропали пробки. Олег Зверев, Николай Милюткин, События.